— Шалом! Вы слушаете подкаст «Чё там у евреев?» — еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в резком мире. С вами все те же люди — Макс, Лев, Маша. — Да, привет! — Привет всем! — Рано не поздно можно назвать гостей, но пока не начали. — Да, но мы уже максимально близко к этому подобрались. Я думаю, что мы сможем преодолеть себя и других людей. — Нам настолько приятно друг с другом, что мы не хотим разрушить эту идиллию. — Да, я согласен. — После последних гостей мы просто восстанавливали себя по кусочкам. — Собирали себя в отпуск. — Почему отпуск взяли? Потому что гостей было слишком много двое за полгода. — Да, всё так. — Это слишком много, слишком сложно. — Да, но скоро, рано или поздно, это произойдёт. Ладно, давайте поговорим про пятиминутку рефлексии. А, ещё скажем, что мы записываемся в субботу вечером. Тут идёт молитва шабатняя. У нас синагога рядом с домом, и поскольку по правилам коронавируса всё должно делать на улице, то, возможно, вы слышите пение. Вот. Это поём не мы, это поют люди, которые провожают субботу и встречают новую неделю. А как провёл эту неделю ты, Лев? — Я, как и все интернет-хомячки, следил за выборами в США. Вот. Я даже посмотрел один ночной стрим после самого дня голосования. И я, так скажу, максимально, конечно, бесполезно при его время. Вообще мог не смотреть ничего, потому что по итогам первого дня было вообще ничего непонятно. Но поразился от того, насколько реально сложно, конечно, устроена выборная система США. То есть там прям максимально интересно. То есть мы смотрели, допустим, там обсчёты в прямом эфире, и там, допустим, штат Пенсильвания. Ключевой штат, который решает во многом исход голосования. И там, типа, первый... Ну, вот в первую ночь там посчитали 55 или 60% голосов, и там Трамп лидировал на 15%. Я думаю, ну, всё, ну, уже стяк вообще просто. И сейчас по итогам остальных дней, когда приходят бюллетени, которые люди отправили по почте, Байден уже выигрывает. То есть, типа, вот, ну и Трамп лидит, что, эй, я выигрывал, а вот, пересчитайте. То есть, ну, реально, бюллетени просто не хочется. Он ещё начинает им жаловаться, что фальсификации, вот что подделывали, явка слишком большая, людей там заставляли, умершие люди голосовали. Ну, там, знаете, вся история, как в СНГ постоянно с выбором. Да, да. И теперь Трамп педалирует эту тему тоже. Не, ну, просто проблема Трампа, что он педалирует её без доказательств. То есть, он показывает, что, вот, смотрите, вот график, вот такой резкий вброс за Байдена. Типа, ему говорят, чуваки, это приехали вот эти урны, там, где его почтовое голосование, которое за Байдена. Поэтому там, типа, реально в одной урне 12 тысяч голосов за Байдена и 700 за тебя. Поэтому такой скачок. Вот. А он такой, нет, это вброс. То есть, нет доказательств. Я пытался тоже разобраться в этом. Я почитал несколько комментариев, ну, кто про-трамповские, почему они к фальсификации. И подавали какие-то там статьи, что на некоторых участках явка была больше 100%. Ну, объясняет это тем, что люди могли проголосовать, если они живут в другом районе, просто не на своём участке. И поэтому в США так можно сделать. И поэтому явка, типа, больше на участке, потому что проголосовало больше людей. Вот. Ну, для многих это странно звучит, потому что явка обычно там 70, 60, 50, 50. А там, ну, в США вроде как рекордная явка на выборы в этот раз. Поэтому, возможно, с этим связано. То, как ты расскажешь, Лев, мне напоминают, у тебя был этот стендап-материал про то, как чуваки, есть разные типы людей, которые играют в настольные игры. И вот там есть тип чуваков, которые не умеют проигрывать. И там, например, если там это игра, где нужно кидать кости там или фишки, то они так подрывают просто стол. Да я выигрывал! Это ничего... Ну, и поведение Трампа примерно подходит под этот тип чуваков, которые не умеют проигрывать. Он проигрывает в монополию. Все на столе, вот все, я уже лидировал. Там, типа, да, там, причём, ну, отличие от российских, допустим, фальсификаций, то обычно есть видео, типа, карусели, да, типа, вот там вот. Голосовали. Или там не было наблюдения. Тут было наблюдения, ну, то есть нет доказательств, короче, ну, сложно. И вторая интересная вещь, которую я хотел заметить про эти выборы, что там же, ну, пресса разной повестки. То есть есть демократическая либеральная пресса, есть, наоборот, про-трамповская пресса. И вот рупор такой республиканцев, Fox News, у них тоже независимый деск аналитики. То есть чуваки, которые анализируют результаты, они не подвержены, типа, идеологии. То есть они эксперты чисто. И они были первыми, кто объявил, что Байден победил в Аризоне. То есть реально все демократические СМИ, они опасались, потому что считали, что ещё неоднозначно до сих пор не объявили, на самом деле. А Fox такой, ой, всё, здесь Байден выиграл, забейте, короче. И это забавно, потому что, ну, от Fox ты ждёшь, типа, что, ну, мол, они будут топить за Трампа, а тут они такие, не, ну, слушайте, мы проанализировали. Ну, пример, да, профессиональной журналистики какой-то. Да, короче, я оправдал перед собой хотя бы то, что я потратил 7 часов на стрима, вот так сказал потом вам. Пять минуток, да, выжимку, короткую, спасибо. Спасибо большое, что послушали, да. Маша, что у тебя было интересного? Так, я переехала. Ура! Поздравляю. Нужно быть осторожней со своими желаниями. Такая, так, хочу, чтобы в моей квартире был балкон, хочу, чтобы были панорамные окна в моей комнате. И чужая женщина. И в итоге я живу на балконе, в общем. В смысле? Ну, эта комната, она балкон, на самом деле, большой достаточно балкон, как для балкона. Он застеклён, давай начнем с самого главного. Да, он застеклён, но то есть это большие, вот такие длинные окна во всю стену, вот так вот, где ты видишь оживлённую трассу. И они тебя видят? Нет, они меня не видят, кажется. Но там есть такие, как ролеты. Ну, посмотрим, какие фотографии там сплывут. Да. Вы кидайте нам, пожалуйста, в комментарии, если вы видели Машу в балконе. Нет, всё не так. Да, так что я теперь живу в вот такой квартирке, пытаюсь обустроить её. И наладить своё существование. Послушала подкаст про взросление. Типа, без подкаста я бы не поняла, что происходит. Подзрослела в то время подкаста? Мне кажется, нет, я куда-то... Ну, вот знаете, говорят, что перед смертью у тебя вся жизнь пролетает перед глазами. Я думаю, существует ли какой-то такой научный феномен, который, когда у тебя жизнь в 31 пролетает всё перед глазами. Реально, я просто иду иногда, и у меня какие-то флешбеки, которые, ну, как будто у тебя всё как-то собирается, скапливается и пролетает перед глазами. Это случается с людьми, которые не работают в неделю. Вот, и... Знаете, у меня была такая концепция, вот я слышал тоже про то, что перед смертью жизнь пролетает перед глазами. Это же мы слышали не о тех людей, которые умерли, правильно? О тех людей, которые не умерли. Так это просто была быстрая загрузка. То есть чувак умирал, его игрок, который им играл, понял, что, блин, я умер, нужно загрузиться. И он загружает своего чувака, пролетает перед глазами жизнь. И он реально не умирает, потому что его чувак, который управляет им, он там избегает смерти. Я всё ещё завис на первом менте, где сказал, что мы слышали не о чуваках, которые умерли. Мне показалось это странным, если бы ты узнал от этого человека, который умер. Так в том-то и дело, что люди, которые говорят нам, что, ну, знаешь, там пролетела пуля, у меня вся жизнь пролетела перед глазами. Он не умер. То есть мы говорим, что перед смертью пролетает, а он не умер, понимаешь? Да, но он думал, что он умрёт. То есть он думал, что вот-вот смерть, и он... В том-то и дело, возможно, он умер, а ему просто отмотали до момента, пока он не умер. И сделали шажок влево, чтобы пуля пролетела мимо. Загрузка. Кстати, хорошая, интересная мысль. Чё вы влезли с ними пулями в мою минутку рефлексии, я не понимаю. Прости, Маша, это я. У меня всё биологическое повествование. Да, 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 подкаст про взросление, прости, пожалуйста. Пулемётами, да. Ну, в общем, я не знаю, это странное такое мироощущение сейчас. Я не работаю всего неделю, мне не очень нравится. Не знаю, то ли это из-за короны, то, что там нельзя пойти куда-то, там что-то поделать, но, может, и не хочется. Ну, вообще, я не знаю, я запуталась. Понимаю. Сколько мне лет, и так ли я живу, вот. Надеюсь, разберёшься. Спасибо большое. Если вы знаете, как Маше разобраться, пишите в комментарии тоже. Не стоит. Предлагайте варианты. Варианты, да. Да, там, пойти на лесоповал, например, то есть, ну, какие-то идеи для Машиной жизни просто. Ходить на кладбище, посмотреть, да, понять. Ой, в хайфе очень классное кладбище, извините. Эту историю мы услышим в следующий раз. Ты старше, она же к этому пришёл. Да, я уже походил на кладбище, понял, что не моё. Понял, что не моё, да. Класс. Что у тебя? У меня, я когда-то давно рассказывал вам про свои взаимоотношения с интернет-провайдером. У нас такие наши тёплые. И тут у меня появился треугольник образовался, так сказать, любовный практически. В общем, последние два дня рабочих у меня жутко лагал интернет, он постоянно пропадал. Поскольку я работаю на удалёнке через VPN, то он постоянно падал, всё рассоединялось, всё очень было медленно. Я нервничал, психовал, то есть у меня медленно всё работало. Я злился, я такой думаю, ну ладно, два дня отработать, и всё, и выходные. Вот я отработал два дня, такой выдохнул, думаю, ну сейчас я спокойно сяду за свою, значит, приставку и поиграю. Выплесну, так сказать, весь негатив. Вот, но оказалось, что плохой интернет не починился на выходных. Я думал, что, возможно, там пару дней у них какой-то косяк, пока идут дожди, ураганы и бури. Я думал, что сейчас всё пройдёт, и всё заработает у меня. Нет, я ошибался. Не заработало, интернет был ужасен, я не смог поиграть. Проблема ещё в том была, что я обычно в выходные, у меня есть турниры по FIFA, которые я неделю прохожу там отбор, и на выходные спокойно играю, радуюсь жизни, отдыхаю. И тут меня лишили этой маленькой радости в период коронавируса, просто поиграть в приставку не смог. Я начал писать в ход, значит, у меня ход стоит. Я им начал писать, такие, друзья, пожалуйста, не работают. Они такие, братан, ахи, ахи, не переживай, сейчас всё будет. Мы тут перезапустили, поменяли тебе частоты, сейчас всё залетит. И появляется интернет, я такой думаю, вот, молодцы, спасибо большое. Они такие, до свидания. Проходит 5 минут, естественно, опять всё ломается. Я снова им пишу, такие, говорю, ребята, ахи, ахи, не переживай, мы ещё раз тебе всё сбросили. И ещё раз поменяли частоты, сейчас точно заработает. Я говорю, подождите на линии, типа, сейчас я проверю. И здесь она опять ничего не работает. И они мне говорят, ты знаешь что, эта проблема не у нас. Проблема с не провайдером, а с тем, кто предоставляет инфраструктуру. Инфраструктуру. Да. Это компания ITC. Я такой, хорошо, это уже пятница в вечер. Я удивлен, что они вообще работают. Я звоню в эту компанию ITC. Я выбираю русский язык. И это был шок для меня, я первый раз с поддержкой такой. Я только выбираю русский язык. И буквально через 5 секунд мне говорит, шалом Мадабар Геннадий. И я такой, вау, 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 типа, Геннадий, здравствуйте. Вот. И в итоге Геннадий тоже работает из дома. Причём, если мы, когда я работаю, мы стараемся как-то это, ну, не афишировать, то у него прям сразу было слышно. Прямо слышно, как он яйца чешёт, да? Сначала в нём гавкала собака. Вот. Он успокоил собаку. Он сказал, подожди секундочку. Успокоил собаку. Потом ему позвонила мама. Вот. То есть он разговаривал со мной и с мамой. Правильно. Вот. То есть Геннадий не смущался. Геннадий уже, видимо, давно работает. Он уже познал дзен. Его не удивить и не испугать. Вот. В итоге Геннадий такой, говорит, во всём виноват ход. Я говорю, нет, дружок. Говори, ход послал меня к тебе. Я, типа, мне надоело. Давай, накорми собаку, поговори с мамой и почини мне интернет, Геннадий. Геннадий, я найду тебя. Я по собаке тебя вычислю. Наверное, у каждой собаку в Тель-Авиве найду тебя. Ох, нет. Вот. В итоге мы там начали проводить какие-то там испытания. Он зашёл ко мне через удалённый доступ. Там начал ковыряться в компьютере. Мы сделали какие-то тесты. Он говорит, видишь, он мне начал объяснять цифры. Тут пинг такой, тут такой, пакеты не доходят. Тут пакеты получаем, пакеты не отправляем. Оказалось, что у меня скорость отдачи 0.09 мегабайта. 0.09. Мне кажется, я руками больше бы пакетов донёс, чем мой интернет это делает. Вот. В итоге, ну, у меня интернета нет. Я звоню опять в ход, говорю, ребята, вот такая-то ситуация. Они говорят, нет, виноваты эти сие. Я говорю, нет, они сказали, что виноваты вы. В итоге мы спорили где-то минут пять. Мне оператор сказала проверить, какой у меня кабель интернетовский. То есть я, оказывается, узнал, что на кабелях ещё 5-я, то есть что-то. Оказался, Е5 какой-то. Она говорит. Короче, мы спорили с ней предварительно час. Я скинул ей все скриншоты, которые у меня есть, я всё заскринил. Я уже опытный работник. Я работаю в поддержке. Я знаю, что нужно скриншотить всё, абсолютно всё. Я всё заскриншотил. Я скинул ей предварительно 20 картинок, чтобы она охерела. Вот. Она в конце охерела, сдалась и сказала, что к вам придёт техник. Но он приедёт уже после выходных, когда закончится мой турнир, и я не поиграю в свои игры. И всё зря. И я в гневе. Вот. Ясно. Я послушаю сейчас Машу, которая не может надеяться, что из жизни Максиму, который живёт тем, что всю неделю злится, а потом выпускает дневный эфир, и я думаю, что у меня всё нормально. Я вчера играл 4 часа в Pokemon Go, и у меня всё хорошо. Вы знаете, я, пожалуй, хорошо. Давайте перейдём к новостям. Да, отлично. Давайте перейдём к новостям. У нас обновления небольшие по коронавирусу. Ну, как обновления? То есть у нас же с, по-моему, 1 ноября начались какие-то первые послабления, потому что снизилась заболеваемость, да, там, по-моему, 800 в день, что-то такое. Ну, открыли детские сады, открыли младшие классы, открыли часть офисов, и заболеваемость поползла наверх. Вот. А у них в этот раз они пытаются быть более строгими, чем весной. То есть весной они реально одурели от успеха, и почти сразу всё открыли, и у нас вторая волна была реально на 2 месяца быстрее, чем во всём мире. То есть в Европе такого часа всё закрывают, скажем так. Ну, мне кажется, что вот, это Биби предусмотрел, он всё знал, предвидел, и такой, раньше сядем, раньше выйдем, правильно? Нет, ну, проблема, что... Потому что он с тремой так не делает. Ладно, но, да, видишь, мы выйдем из карантина, а люди только сейчас садятся. Нет, ну, проблема, что типа у тебя чем... У нас меньше поработали бизнесы, у нас меньше поработали... То есть всё поработало меньше, люди меньше заработали денег, типа. То есть это минус, то есть в Европе гораздо более гладко, это плюс. То есть, ну, давайте так, серьёзно, если... Вот. И сейчас, соответственно, все борются за то, чтобы что-нибудь открыть новое. То есть магазины, торговые центры и так далее, но Минздрав пока пытается сопротивляться, то есть чтобы не открывать. То есть там, ну, доходит до забавных всяких случаев, типа компания Биг, которая владеет торговыми центрами по всей стране, она начала брать с арендаторов арендную плату. То есть раньше не брала, потому что, ну, все в одной лодке, у вас нет денег, у нас нет денег, не берём. Теперь они начали брать с них деньги, чтобы эти арендаторы, которых поджимают, начали давить на правительство, чтобы оно открыли торговые центры, да. Не очень человечное решение, надо сказать, но вот так вот. Тяжёлые времена, тяжёлые решения. Да. Всё так. Тяжёлые времена и никаких решений, это вот при Израиле. Тяжёлые времена и решения мы примем через месяц. Тяжёлые времена, бюджет на 2020 год примем в 2021. Вот, да. Скорее всего. Был случай, я не знаю, как его охарактеризовать забавный, наверное, немножко странный и удивительный. Это произошло на севере Израиля. Друзы украли труп своего шейха. Вот так заголовок я вам такой процитировал. В общем, я не помню название этого. А вот сейчас мне Лев даст шпаргалку, и я вам скажу. Секундочку. Ну, там есть споры на тему украли, а не украли. Позаимствовали. Позаимствовали. Уговорили отдать, угрожали оружием, им отдали добровольно. То есть, там непонятно. Да. В общем, в прошлую пятницу сотни друзов из посёлка называется Маджал-Шамс. Это посёлок на Голланах находится. Он как раз был аннексирован вместе с Голланами. И там часть этих друзов, они вообще, друзы не очень... Есть часть друзов, которые фанаты Израиля, а есть часть друзов, которые не очень фанаты, они больше фанаты Сирии. То есть, и вот эти друзы как раз, они больше ближе к сирийцам, у них сирийские паспорта. И в целом они ближе себя отождествляют с Сирией, чем с Израилем. Но, тем не менее, они живут в Израиле, и, в принципе, они более-менее ответственные граждане относительно. Вот. Но вот умер их шейх, то есть, это духовный лидер, очень важный шейх, который как раз был большим авторитетом и для друзов израильских и сирийских. То есть это прям big deal. Да, умер, конечно, от коронавируса. Умер от коронавируса. Его, собственно, он приехал уже в критическом состоянии в больницу. В больнице он скончался, его положили в морг. И вот, собственно, по традициям друзов, они должны были провести пышные, ну, не то, что пышные, но какие-то публичные похороны, чтобы люди простились. Они должны были выставить его тело на улицу, чтобы каждый из посёлка мог к нему подойти и проститься с ним. Вот так вот. Ну, я когда-то не говоришь «выставить», мне всегда кажется, что это, знаешь, как человек, которого повесили посреди площади. Наверное, ну, да. Ну, я не знаю деталей, но написано в статье было так. Ладно, пусть будет так. Ну, в общем, в любом случае должны были быть похороны. Да. Вот, и руководство больницы решило не выдавать тело, чтобы не устраивать как раз пышные похороны, чтобы люди не позаражались. Этот посёлок, который я сказал, там проблема, он супер красный, потому что там огромное количество заражённых людей, и там по количеству заражённых на процент населения, оно рекордное в Израиле. Вот, поэтому, собственно, им не хотели это делать, чтобы ситуацию ещё не ухудшить. Вот, но в итоге сотни друзов пришли в эту больницу и забрали тело. И вот тут есть споры, каким образом они это сделали. Кто-то говорит, что они силой просто начали угрожать там всем, и силой забрали, забрали трубку. Кто-то говорит, что они просто пришли в больницу, и те сами им отдали его. Вот, в общем, полиция разбирается, что произошло, но звучит очень странно. То есть люди пришли просто в морг, забрали тело и ушли с ним. Ушли и устроили те самые пышные похороны, в которых под него участвует вся красная деревня. Да. Вот. Забавно. Но мне кажется, что это... Ну, я это выложил в Твиттер под звуком «Цивилизованный Израиль», потому что это прям... Да, ну, по факту там должны были быть похороны, просто непонятно в каком формате. Вот. Возможно, всё было не так страшно, и, к сожалению, история умолчивает. Не думаю, что в русской деревке такое сделали. Но друзы верят в переселение душ, так что, возможно... Впрочем, для них смерть, наверное, не так страшна, потому что у них как раз переселение душ, то есть если один друз умер, то следующий друз, который родился, это вот, собственно, продолжение его. Блин. А если друзов всегда в мире фиксированное количество, или как это работает? Вот. Это, кстати, большой тоже вопрос был к ним. То есть это... Я когда изучал эту теорию, у меня тоже всплывала эта тема. В общем, но это у них как-то объясня... Я уже честно не помню, не буду врать, не помню. Какое-то есть этому объяснение относительно логичное. Ну, вообще, друзы очень интересные. Возможно, когда-нибудь мы позовём более знающего человека, который нам расскажет про них. Друза. Возможно, друза, да. Там забавная ситуация есть, что у них есть часть людей, которые изучают религию, а другая часть, которая вообще не шарит. То есть там есть специальная каста, которая учат религию, а остальные забили на неё. Вот. Это интересный подход просто. Давайте перейдём к следующей новости. У евреев также. Ну, религиозные евреи все учат Тару, по-моему. Ну, пытаются. Ну, в целом, у тебя просто... Да, но есть евреи, которые... Ну, религиозные, они все учат Тару. Нет, у тебя там просто... Есть остальные евреи, которые забили. Там не просто прикольно, что у тебя нет допуска даже туда. То есть ты должен... А, ты ещё не можешь? Да, ты не можешь учить. Насколько, если я ничего не путаю, насколько я знаю, то там есть специальная, условно, там школа, скажем, куда-то берут только людей, помню, только мальчики, очевидно, вот, которые могут учить, а остальные просто даже не допускаются к этим учениям. То есть у них, по сути, у них ответвление ислама идёт, шиитского, если я не путаю, ничего. Вот. И у них там своеобразные, там свои какие-то приколы. То есть сами мусульмане не очень уважают друзов в плане того, что там религия отошла от канонов, от их. Вот. Но, да, есть прикол в том, что есть часть людей, которые допускаются к изучению религии, а остальные просто даже туда не входят. То есть они не шарят. Они соблюдают какие-то там законы общие, но они не шарят ничего там, что касается каких-то пророков. Да, там реально ты заходишь в школу, тебя допустили такой. И такие, ну, мы всё придумали. Такие, в смысле? Об этом знаем только мы избранные, поэтому вот тебе деньги всей общины. Купи себе телевизор, купи себе клёвое кресло. Просто это всё придумано. Мы придумали, чтобы быть богатыми, а если бы они работали на сдавленном деньги. Это почти как Хогвартс. То есть есть школа магии, а есть маглы, которые вообще не шарят, что происходит. Они работают на своих скучных работах, там разные дантисты, врачи. А вот есть они, где они в своём Хогвартсе, и всё. Делают волшебные леденцы. Офигенная работа, потрясающая просто. И едят шоколадный жаб, да. Всё так. Да, ну давайте расскажем про другую, расскажем про политику. Там есть много разных новостей. Да, про политику. Но там достаточно скучно, точнее, неделя не то, что богата на политические новости, скажем так. Я хотел пошутить, что наш подкаст настолько бюджетный, что у нас один телефон на всех. Ладно, это связано с тем, что мы просто на два телефона снимаем, и у нас остается только один у Льва. Да, да. Ну, короче, во-первых, я хотел сказать про заявление Биби, которое он сделал вчера, по-моему, вечером на русском языке. У него есть русская страница в Фейсбуке, к сожалению. Ладно, это хорошо, он общается с русскоязычными людьми. Хорошо, что общается. Вопрос как? Потому что в заявлении написано просто ахинея в том, что наш соперник Иран, и это Иран устраивает протесты против Нитаньягу на улицах перед резиденцией Бальфур, на мостах. Это все иранцы. Это все иранцы, которые управляют леваками. И то есть какие бы флаги ни были в этих протестах, черные, розовые, желтые, это все иранцы. ЛГБТ, все иранцы. Все иранцы, да. И то есть, ну, я к тому, что это просто, конечно, для меня, я считаю, это ужасно, потому что, ну, у меня сразу в путинские флешбеки, где у тебя Обама на сразу в подъезде, то есть где у тебя реально во всей беде, как в любой беде, в которой не лежат, это происк США. То есть, да, типа, Навального отравили США, чтобы подставить Россию. То есть там реально вот так говорят в власти, в смысле, да. Ну, не сошли. А кому это выгодно? Да. Сразу встает вопрос. Да, да. И то есть меня, конечно, очень расстраивает, что в Израиле мы переходим к такой риторике. То есть, типа, когда они обвинили во всем леваков, да, это хотя бы было похоже на идеологическое противостояние. То есть если они говорят, что если не мы, то к власти придут левые, да, то, ну, Это логично хотя бы. Ну, это и есть левая идея, есть правая идея. Это правда. То есть если правый правил этот выбор, то к власти приходят люди с более и более умеренной идеологией. Все логично, да. Ну, достаточно тупо, то, что они навешивают ярлыки, обзывают левыми не тех, кто левый, но ладно. Но вот то, что сейчас он написал про Иран, это реально просто, ну, поиски врага, причем врага внутри. То есть, ну, это ужасно. Ну, это конспирология такая. Конспирология прям капец. Мне вот сейчас интересно, я пока не успел найти, опубликовано ли это на иврите. Потому что... Или только на русском. Просто реально, если только на русском, значит, они такие, ну, типа, для русских дебилов такую сделали, мол, мы слышали, Путин, у вас там во всем виниет США, давайте во всем виним Иран. То есть, вот, как бы, ну, если так, то это еще хуже, потому что они такие, ну, русские дебилы. Пару алимов наняли на работу, и они такие, так, как там в России у нас работает, давайте сделать забахами такой же в Израиле. Ну, да, или так, или политтехнологи, знаешь, там Россия сейчас экспортирует политтехнологов, там Белоруссию экспортирует, может, в Израиле тоже, не знаю. Вот, вторая новость, которую я хотел сказать, маленькая, это то, что у нас есть такой ликудник, глава коалиции Микки Зоар. Мы уже рассказывали. Мы уже не рассказывали, он очень такой пронятый нягу и очень жесткий. И против него сейчас идет расследование о шантаже, то есть, потому что он заявил пару месяцев назад, я не помню, рассказывали мы в подкасте или нет, но у нас есть такой чувак Абихайман Мандельблит, это юридический советик правительства, который занимается вот юридическими, ну, советует правительству что-то, что закона, что нет, и является адвокатом правительства на всех там судах и прочих, то есть, ну, вот и в офис. И он же, собственно говоря, считает, что нужно расследовать дела против Нитаньягу, не нужно их закрывать, нужно расследовать и так далее. То есть, его за это очень сильно атакуют ликудники, что он, типа, враг государства, там, тоже левак и, капец, хотя Мандельблит, это такой, поселение с такой в кипе в черной, ну, вряд ли он левак, как минимум. Ну, вот. И, короче, был слив про Мандельблита, в котором он негативно отзывался о генпрокуроре в прошлом, ну, и там, в принципе, он выглядит не очень красиво, ну, там нет такого, что он прям предательство какое-то, но, да, у нас верет кошка, вот, персик, она тоже против Биби. Да. Вот. И, короче, был слив, и Микки Золлор заявил, чувак, Михаил Мандельблит, подавай в отставку, или у нас будут такие сливы, что ты вообще закачаешься. Вот. Конечно, не очень умно было такое говорить, адвокату. Потому что против него началось расследование, он про шантаж часто выясняется. То есть, реально ли был шантаж, реально ли у них есть и сливы, то есть, ну, в общем, вот такая вот история. И последний раз сейчас вот обосрал Биби, обосрал Ликудников. Давайте немного скажу про коалицию, что там происходит. Там тоже у них было заседание Кахолилаван, это наша главная оппозиционная партия. Точнее, это партия в коалиции, но она откололась от оппозиции, и там она вот, у них есть терки с Ликудом. И там была такая история, что, типа, Кахолилаван на прошлой неделе, по-моему, объявил Ликуду ультиматум. Типа, или вы начинаете с нами сотрудничать нормально, как люди, или мы откалываемся и ходим в оппозицию. Вот. Время ультиматума прошло. Кахолилаван пока в оппозицию не ушло, но у них было собрание, собрались лидеры и обсуждали, что делать дальше. И содержание этой беседы, разумеется, слили в прессу сразу же. Вот. А левые. Да, это, ну, правый тоже там, знаешь, там, когда-либо... Короче, это израильская политика. Вот. Бенни Ганс настолько обиделся, что хотел вообще, типа, на этом, как его, на детекторе лжи проверить своих, всех этих... Кто слил в прессу. Да, типа, в прессу. Но там было сказано в сливе, там, ну, опять-таки, черт его знает, правда, неправда, опять-таки, сливы... Ну, раз Бенни Ганс разлился, наверное, да. Ну, может, он тоже картинно разлился, но он черт знает. Короче, ну, там был такой конфликт, типа, что все его соратники говорят, что, чувак, нужно рвать с ликудом, нужно идти в оппозицию, нужно продвигать закон, чтобы сменить не за нягу. А Бенни Ганс сказал, что нет, давайте еще немножко посотрудничаем. То есть, вот. Ну, то есть, в таком духе, он... Он все еще надеется, что ему дадут порулить. Ну, нет, он там сказал, что я понимаю, что мне не дадут порулить, но давайте пока не будем, скажем так. Вот. И, ну, они должны принять решение в каком-то, по-моему, на воскресенье, что ли, или в понедельник у них. А, когда станет понятно точно, кто президент США, они решат, что им делать. Окей. Вот. Ну, да, тоже важно, потому что мы знаем, что Трамп большой друг Биби, или Биби большой друг Трампа, тут можно по-разному. Вот. И Байден пока еще непонятно, насколько... Ну, Байден тоже знаком с Биби, на самом деле. Ну, единственное, что у них были терки. Я читал там статью забавную, что Байден, когда в рамки вице-президента приезжал в Израиль, о чем там договариваться, в этот же день там кабинет Биби подписал указ о том, что построить там 1500 единиц жилья в поселениях, типа, и Байден прям сказал, чуваки, это вообще недружественный жест, вы знаете позицию Барака Обама, что он против поселений, я приезжаю к вам с визитом, значит, и в этот же день, типа, делаете такую фигню. Это отвратительно, вы тупые. Ну, и там, Биби там, это мой министр, он дебил, ну, ты дебил, чувак, ты дебил, Байден приезжает. Премьер-министр, это же ваша подпись. Ну, кто это составлял? Да, да. Я что, все должен читать, сколько бумаг я каждый день подписываю? Вот, так что не знаю, какие отношения интересные. Ну да, ну, в общем, в любом случае, да, я думаю, что если Байден станет президентом, а скорее всего он им станет, на 99%, то хороший шанс будет для Ганса заручиться поддержкой. Да, да. Э, без виза Америка, как там вообще дела обстоят? С Трампом уже, вот мы прям уже на пороге были. Маш, хорошо, если у нас не отберут наши Дарконы в связи с последними расследованиями, так что я бы пока не рассчитывал на без виз. И квартиры, да? Квартиры у нас и нет, нечего отбирать, так сказать. Тещу, может, отберут. Может, у тебя тещу отберут, Маша. Тещу, да. Из твоей квартиры. Ладно, давайте я продолжу историю про то, что я разговаривал на пятенке рефлексии про интернет наш. Ой, только не продолжаешь про настройки чертового роутера, как там тебе звонил чувак без поддержки, елки-палки. Нет, нет, тут новость другая, но она очень удивительная. И до проблем моих с интернетом на этой неделе, я просто всю неделю плакал на этой новости, ну, как смеялся. Это было такие слезы, отчаяние и радости частично. В общем, в чем суть? Компанию Basic обязали проверить на мертвых пользователей. То есть, это пользователи, которые сменили провайдер, если у них, допустим, у вас был Basic, вы решили, что теперь я перейду условно на ход и все, и буду платить ход. Но часть пользователей не знают, что они до сих пор платят Basic. То есть, возможно, они не расторгли контракт, они не позвонили. Да, потому что отписаться от израильского провайдера Львова, это просто мафия какая-то. То есть, ну, у меня было так, что я, такая ситуация была, то есть, у меня был Basic, я пришел на ход и потом мне приходит счет от Basic, типа, что я, я причем Basic позвонил, говорю, ну, чуваки, все, типа, я не с вами, разрываем контракт, я вам не хочу платить, все, пожалуйста, перестаньте. Через два месяца мне приходит счет, типа, вот, два месяца за Basic, я такой, в смысле, я звоню, алло, я же звонил от меня, он такие, ничего не знаем, звонил, ну, я, короче, в итоге пошел к ним, ну, в офис, типа, он рассказывал, что он работал в охране, ну, в канале, в телеграм-канале писал, это не то, что я личные беседы сливаю, он в телеграм-канале писал, что он работал в охране, ну, не Безека, партнера, ну, тоже провайдера там всякого, и говорит, что у них основная работа была не пускать людей, которые, ну, в смысле, в охране, которые пришли разрывать контракт, потому что они приходят злые, психованные, вот, и они... Как я, я был готов сжечь их офис. Ну, типа, да, как я, да, вот, не пускать их, и, то есть, если только не совсем видно, что он сейчас прям ударит, вот, тогда пускать. Инструкции должностные. Предложите им транквилизатор, чтобы успокоить. Ну, да, то есть, израильский бизнес немножко обман. Так, у меня была такая же история, я когда менял здесь интернет, где сначала у меня был ход, мне он не понравился, я попадался безек, я им позвонил, мне говорят, мы подключим вас, ну, через две недели, а я работаю из дома, мне нужен интернет срочно, и я решил позвонить в ход, они меня быстро подключили, но проблема в том, что я уже договорился с безеком, я позвонил в безек, говорю, ребята, отключите меня, они такие, почему это? Я говорю, ну, я не хочу пальцами, они говорят, как это так? Говорит, вы знаете, что у нас лучший интернет в стране? Я говорю, лучший интернет в галактике, отключите меня, пожалуйста, пусть он достанется кому-то другому, я не достоин вашего интернета. Вот, они такие, вы уверены? Я говорю, да, они, хорошо, сейчас я вас соединю, они приходят меня к другому оператору, который мне полчаса читает лекции на то, что вот ход говно, я не спорю, я даже не спорил с ним, я говорю, я понимаю, он говорит, но наш лучше, я говорю, понимаю, но нужен срочно, они ладно, отключают, и мне еще пять раз мне звонили после этого, разные, и убеждали меня вернуться, вот, я проверил, я после этого проверил счет, с меня деньги не списывали, но вот другие люди, которые не проверяют, и с них списывают счет, и вот министр, секундочку, сейчас скажу, министр связи Йоас Гендаль, он сам получил такой счет, хотя он сменил Беззек на такой другой провайдер, и он получил счет, и он вдруг подумал, а если у меня такое происходит, а может быть и другие люди тоже, у миллионов израильтян такое происходит, давайте-ка мы проверим, и в итоге после проверки, оказалось, что огромное количество людей подвержено этим, и они Беззек обязали в одностороннем порядке аннулировать эти счета спящих пользователей, ну, только Беззек, там всех провайдеров, но просто у Беззек это было, видимо, ударило по ним очень сильно, и их компания подешевела в два раза, в два раза подешевела компания после этого, это нормально вообще? Как это? Да, то есть, когда стало понятно, что старая схема обмана не работает, перспективы компании стали туманной вообще. Два раза? Да. То есть, можете подумать себе, это компания, которая просто брала деньги у людей, которых она не должна была брать, и их заставили больше не брать деньги, я не уверен, что они будут возвращать эти деньги, которые они взяли, скорее всего нет. Я думаю, что перестанут брать, и люди уже такие, о, ничего себе. И наш кризис, я уверен, закончится в стране, такие. У людей нет денег, такие, оп, и деньги появились. Бюджет сразу. Да, причем таких, я пообщался со своими знакомыми, много, то есть, люди, которые, допустим, ходили в тренажерный зал и оформляли абонемент. У меня подруга есть, которая оформила абонемент, и она не ходит в спортивный зал, потому что он закрылся из-за коронавируса, а деньги с неё списывают, и она не может отменить подписку, потому что спортзал закрылся. То есть, его не существует, но деньги они списывают. Вот, тоже удивительная история. Я уверен, что таких историй очень много. Вот, еще коротенькая забавная новость про наших друзей из Ирана. Ну, как друзей. Коллег. Коллег друзей, коллег из Ирана, да. У них в стране, как и у нас, есть некоторые проблемы с коронавирусом, как и во всем мире. Ну, и люди заражаются, когда выходят из дома. И поэтому, ну, как мы знаем, многие работы переходят на работу на дому, и один из лидеров Ирана, он призвал людей сжигать флаги Израиля и США не в общественных местах, а дома. Короче, там есть день студента, праздник такой, и у них почему-то традиция, это день студента, сжигать флаги плохих, их плохих, как они считают, государств. То есть, Израиля и США, два главных врага. Вот. Ну, день студента такой. Ну, не знаю, как у вас был день студента, вот у них такой день студента, с фаер-шоу своими. Вот. И, собственно, вот этот человек призвал их устраивать фаер-шоу на дому. Вот. Да. Интересно, ну, я считаю, что это огнеопасно. то есть, типа, что к чему, жечь факт дома. Блин, слушай, мы на день независимости тоже жжем, ну, правда, мясо дома, типа шашлыки делают, а они жгут флаги, у них свои приколы. Нет, я не спорю с приколами, это страна, ее культура, господи, в конце концов. мы помним, когда-то давно рассказывали про эту новость, что там был бизнес, есть специальный, который печатает, собственно, эти, ну, ты же должен флаги печатать, чтобы их сжигать. Да, да. Там специальный бизнес, который изготавливает флаги США и Израиля, чтобы потом их сжигать. Да, то есть там. Все логично, да. Свои приколы есть, Очень патриотичный бизнес, печатать флаги Израиля в Иране. Да. Ладно. Давайте двигаться дальше. Ну, еще такая новость, что это давняя проблема Израиля, потому что у нас, как мы знаем, многие вещи в государстве отданы религиозным на откуп, скажем так, да, и одна из этих вещей, это похороны. То есть похороны идут в Израиле по еврейскому религиозному обряду, ну, особенно государственные какие-то похороны. И это касается, например, солдат. И возникает проблема, что в армии служат не только евреи, то есть там служат вообще в принципе, ну, допустим, есть какие-нибудь дети евреев, внуки евреев, которые не считаются, мама не еврейка, да, ну, и в принципе какие-нибудь друзы тоже служат в армии. Ну, а как мы знаем, армия у нас очень такая рабочая, в плане постоянно находится в боеготовности, постоянные стычки, поэтому, к сожалению, солдаты периодически погибают. И вопрос, как хранить солдат, он постоянно возникал. То есть для евреев это вопрос, типа, что мы же не можем похоронить не евреев на нашем кладбище по нашим традициям, типа... Причем в истории была куча скандалов, когда даже был, в общем, один был герой, я уже не помню, приехал, репатриацию сделал из Англии или Шотландии, он воевал за страну, умер, и умерла его жена примерно в одно время. И, в общем, она хотела, чтобы жену похоронили, жена была не еврейка, он был еврей, она нет, в общем, его похоронили на еврейском кладбище, и жена очень хотела, чтобы ее похоронили рядом с мужем, в итоге ее похоронили со скандалами, но потом пришли ультрарелигиозные чуваки, выкопали ее труп и выбросили за забор. Ну, да, такие психи тоже случаются. Такие скандалы, причем это было не едино, то есть это было, несколько таких случаев было в истории. Это прям большое, но это большие скандалы, как с браками, так и с похоронами есть. Да, да, ну, то есть просто реально есть люди, которым это капец важно, ультрарелигиозные люди и так далее. Ну, и, собственно говоря, армии-то, армии плевать, в принципе, на этих религиозных, им важно, чтобы хоронить своих солдат, чтобы не было скандалов и тому прочего, но приходится какие-то решения и, то есть там раньше они нашли решение, что будут хранить на еврейском кладбище и сделать какой-то отдельный для них, типа, загончик, скажем так, для неевреев. Ну, то есть они будут рядом все, но не это самое. Потом, что они будут хранить их на какой-то специальной этой платформе, типа, короче, чтобы они как будто бы не на земле, не на земле кладбища лежат. Ну, то есть это, как знаете, в Израиле, на самом деле, в Израиле нельзя выращивать свинину, свиней, но в Израиле есть свинофермы, просто они... Просто свиньи там летают. Нет, на земле. Они не стоят на земле. Они не стоят на земле, они на платформу все так ворачиваются. Вот, тут похожую платформу хотели сделать как будто бы для, типа, этих кладбищ. Интернет нормально, они не могли бы сделать платформу, они для свиней делают. Алло. П, приоритеты, Максим. Так вот, и, короче, о чем я говорю, что... Ну, и, разумеется, все эти решения, которые вот эти козьи решения вызывают лютое противодействие чуваков, ну, которые говорят, алло, этот солдат, этот человек умер у вас в армии, защищая вашу страну, а вы устроите пляски с бубном над похоронами. Имейте совесть, дебилы. Ну, в таком ключе. То есть, сейчас они... Вот последнее решение, которое они сделали, что они будут хоронить этих самых солдат неевреев на чуть глубже, чем солдат евреев. Ну, то есть, типа, что они, не знаю, в другом своей почве будут лежать, и это будет, типа, считается. То есть, в таком ключе. То есть, они выкопают до другого, знаешь, ну, земля аж круглая, они вот там вот выкопают, где уже не Израиль, я понял. Ну, типа, да, такая концепция. То есть, ну, для меня это, конечно, забавно. То есть, если я помру, вряд ли меня похоронят на армейском вклады, еще не солдат. Ну, то есть, мне было пофигу, но, конечно, забавно, как они пытаются найти решение, которое не сильно забесит советских, но позволит им оправдаться перед своими ультрасами о том, что, чуваки, все по-нормальному, он не с нами. В общем, вот так статус-кво, легендарное статус-кво, которое действует между религиозными и светскими, вот оно в действиях. Вот так это все происходит. Да, мне кажется, что похищение тела друзами не такой плохой варик. В принципе, я готова, если можно договориться, чтобы мое тело похитили из морга кто-нибудь, в общем, чтобы меня не хоронили в какой-то стратосфере, то я согласна. Что еще по кладбищам, там по новостям? Это последняя новость про кладбище, друзья. Остались новости, только не про кладбище. Какой мертвецкий выпуск! Не, на самом деле остался какой-то просвет. Да. Вот, давайте поговорим про фильм. Мы говорили, что в прошлый раз мы будем смотреть фильм «Голоса за кадром» Golden Voices. И мы посмотрели его. Да, мы сделали это, даже Лев посмотрел. Да. Это много для нас значит и для вас. Так что, если Лев посмотрел, то и вы сможете. Да, фильм снят Евгением Руманом, режиссер. В ролях какие-то актеры играли. Ну, я их не знаю, поэтому какой-то смысл зачитывать. Посмотрите. Если Лев не знает, то и вам не стоит. Да нет, ну пожалуйста. Окей, хорошо, Максим, хорошо. Итак, в роли Раи Мария Белкина, в роли Виктора Фрэнкеля Владимира Фридман. Как тебе такое? Спасибо. Вот, хотя бы двух главных героев ты озвучил. Значит, фильм повествует нам об Алие 90-х. 91-й год, по-моему, там. Да, 90-е, мне кажется, даже был. Когда разрешили евреям покидать Советский Союз. Ну, там уже все разрешили Советский Союз, там уже пошло, он встречал. Да, то есть многие евреи в это время репатриировали в Израиль в та самая Алия 90-х. И вот показали нам двух заслуженных актёров дубляжа в СССР, легендарных, которые озвучивали американские фильмы. Вот, они были всем известны в СССР, но вот они решают переехать в Израиль. Приезжают они в Израиль в 90-х, и вот они попадают, собственно, в этот самый Израиль. И там показана жизнь людей, которым уже... Имз уже за 60 лет. Вот показывает жизнь этих людей в Израиле новых репатриантов. Это там и ульпан, и первые работы, и попытки... И жильё, и попытки найти себя. Собственно, ну, наверное, будет не спойлер, там даже в описании написано, что того, чтобы не получается найти работу, жена находит работу в сексе по телефону. Да. А муж озвучивает пиратские фильмы, снятые... Которые снимают прям эти самые... В кинотеатре с ним... Там видеосалон? Да. Там, где на кассетах видео, и, типа, чувак снимает видео прям в кинотеатре, а муж потом озвучивает там в таком духе. Да. И вот, собственно, показана их жизнь. Мне фильм очень понравился. Вот я... Да, фильм, на самом деле, классный. Он снят в 19-м году, причём закон по старину очень клёвый. То есть, реально такое ощущение, что фильм снят в 90-х смотришь. То есть, прям вообще полная... Кроме аэропорта, мне кажется. Аэропорт выглядел там... Современно? Да. Я не вернусь. Я не вернусь. Внимание тоже. Прикольно. Извиняешь. Если вы не обратили внимание... Что? То и вы не обращаетесь. Да, да. Продолжайте. Тебе понравился фильм? Да, мне понравился фильм, потому что... Ну, хотя, мне кажется, что чувствуется, что снимал, ну, русский человек, то есть, не израильтянин, то есть, акценты прям расставлены на такие вещи достаточно очевидны, я думаю. Но ценность этого фильма в том, что приезжают люди элегантного возраста, то есть, не про молодёжь. За лады по 60, там, что-то такое, да. Да, и то, что ты делаешь сразу отсылку, там, ну, к своим родителям, как я думала. Собственно, почему я думаю, что мои родители и не хотят переезжать, и вот у них такая идея не посещает, в общем. Так как это правда, ну, это огромный переворот такой жизни. То есть, единственное, что классно, то, что есть два человека, то есть, они есть друг у друга. В принципе, это и есть эта шлюпка спасательная, которая их держит вместе, но, тем не менее, это очень тяжело по всем пунктам. Ну, да, ну, и на самом деле, там реально фоном, ну, как мне кажется, все события идут фоном, да, то есть, основная эта история про их семью, про их любовь, там, про то, как это вообще работает, как это там трудности и прочее, ну, и к чему всё потом приходит. Вот. Мне очень понравился фильм, очень смешной, то есть, там, образы отличные, актёры играют просто очень хорошо, и прям, реально, чуть ли не все там актёры, мне прям очень понравились. Причём, вот, героинь, Белковая фамилия, кажется, она реально актёр дубляжа, то есть, прям очень кайфово, где она как раз показывает. Меняет голоса, где она умеет голоса. Вообще, да. Дико кайфово. Я бы тоже хотела такую работу. Мы как ведущие подкастов, мы оценили, очень хотелось бы тоже уметь так работать со своим голосом. Да, да. Вот. Ещё мне что понравилось, что из интересного, то есть, ну, там, с первых кадров буквально показывается, что героиня достаточно находится в тени мужа, то есть, она забитая, он ей постоянно что-нибудь требует, от нее что-нибудь делать, какие-то нелепые вещи, типа, улыбнись, к нему фотоит ее, улыбнись, нормальный улыбнись. Вот. То есть, такие, короче, вот штуки. И, ну, и потом она, соответственно, приходит к тому, что хочет больше для себя жить. То есть, для нее это переезд вот такой сделал. Новый шаг вырезан. Но, и просто, ну, это такая сейчас современная феминистическая повестка, да, типа, что женщина не должна жить и не мужчина, да. Вот. И эта повестка, она тебя там не бьет по лицу. То есть, ты посмотрел хороший фильм с хорошей идеей и с хорошим, сильным женским образом. И тебе, и ты не считываешь этого до конца. Вот это хороший пример того, как снимать фильмы на такие проблемы. Вот и к чему. Да, очень все гармонично. То есть, нет, да, такого, что он прям был какой-то посыл и они прям вот тебе топором просто в голову вбивают. Нет, здесь все было мягко. И при этом он достаточно понятен. Да. Вот. И снят все нормально. То есть, тебе не кажется что-то супер нелогичным. Все достаточно логично в этом фильме. И то, что Маша сказала, что, да, ты перенимаешь как-то образы. То есть, вот у меня родители тоже переехали в Израиль и я вижу какие-то сходства то, что происходит с моими родителями то, что происходит с героями этого фильма. И то есть, снято достаточно то, что правдоподобно, хорошо показан и, в принципе, и Израиль, и частично и люди, и то, что происходит в стране. То есть, мне фильм прям очень понравился. Я думал, что он будет... Ну, я и ожидал хуже. Худшего. То есть, будем сказать так, я думал, что фильм будет такой себе. Но фильм прям очень классный. И не зря он сейчас достаточно популярный. То есть, он есть, его купила даже цифровая платформа. По-моему, наиве его можно посмотреть за деньги. Вот. Он есть и в других разных доступах. То есть, это показатель того, что фильм пользуется какой-то популярностью. То есть, он достаточно качественный, что даже вот цифровая платформа готова его покупать и транслировать за деньги. Да. И еще хотел сказать, что там нету, ну то есть, что нам рассказывают часто, во-первых, про родителей, там в конце и написано, в конце фильма, в титрах, типа, посвящаются нашим родителям, или спасибо нашим родителям, что-то такое. То есть, ну, режиссер молодой явно, то есть, это не он, не про себя пишет, он про родителей своих, вот, про их поколение. Но, короче, нету там обиды на Израиль в этом фильме, вообще нету. То есть, часто от людей, которые вот приехали в то время, слышится прямо обида на Израиль, что здесь было тяжело, что был расизм, что их ненавидели. Они жрали говно, что называется. Ну, не, ну, они жрали говно, их этим говном кормили, то есть, ну, все это, да, типа. Но в фильме этого нету, то есть, нет обиды на Израиль. Есть сложности, конечно, что, типа, мы приехали в страну, и тут нет для нас работы. Но это связано, ну, скорее, типа, ну, типа, просто вот так, так есть, короче, нет работы, я пойду работать почтальоном, там, ну, то есть, не будет, ну, короче, вот. И это тоже прикольно, что не будет. Да, это, кстати, я об этом не задумался, да, это правда, потому что очень часто, даже в разговорах мы слышим, да, обидно, что на Израиль. Вот мы приехали, евреи, вы нас зовете, вы приехали, и что дальше? Вот государство там не помогает нам найти хорошую работу, не помогает нам, ну, устроиться, куда мы хотим. Здесь в этом фильме как раз нет, и удивительно, да, я тоже немножко удивился, но приятно. Актеры дубляжа в Израиле — это самоубийство, как бы. Они не программисты, давайте по-частному. Это правда. Ну, а еще как бы заход, единственное, что такое мне показалось таким моментом острым, то, что когда они-то уехали, все по тем же причинам, они говорят, что вот, мы там работали-работали, а потом нас стали прижимать в России, и поэтому мы приехали в Израиль, так как мы всегда знали, кто мы. Вот, и вот эта фраза, она тоже такая, по-разному ее можно трактовать, то есть, что им об этом напоминали, кто они, ну, что-то типа было какое-то, знаете, там, что, там, евреи, не знаю, ну, такие. Можно по-разному ее считывать, вот этот посыл. Ну, да, да. Тоже такая вот в этом моменте, так и задумалась. Но для меня, что он все-таки про обиду в Израиле, я не знаю, я, ну... Ты ее видела? Ну, там много печальки, то есть, что ты не можешь, ты, то есть, главный посыл, что ты по-любому не будешь, кем ты был. То есть, если ты считаешь, у тебя... Да, но это же про эмиграцию. Да, но, как бы, у меня обиды, что у тебя есть какой-то талант, да, и вот если в этом контексте рассматривать, ты в эмиграцию в Израиле, ты не сможешь этот талант свой применить. Ну, вот я, смотри, я не считал здесь именно проблемам в Израиле, то есть, то, что люди меняются от эмиграции, и рушатся семьи, и возникают проблемы, там, ну, и прочее, да, это то, что в фильме есть. Но нет такого, что, там, вот, черт, в Израиль, там, израильтяне не показаны какими-то, там, ужасными расистами или каким-то плохим, наоборот, есть очень позитивный образ израильтян, то есть, тут же, там, директор кинотеатра, там, очень такой, типа, вполне, ну, хороший, вот. Ну, даже эта женщина, которая секс по телефону руководит, тоже достаточно такая, позитивная. Да, да. Ну, то есть, типа... Да, в целом, там, хорошее израильтяне. Ну, даже ни одного антигероя нет, что, в общем, странно. Да. Ну, потому что история такая жизненная, очень, на самом деле, вообще без... Она реально очень жизненная история, вообще без... Ненаигранная совершенно, могу себе представить, что так и было с кем-нибудь, то есть, ну, ладно, есть, конечно, всякие наигранные штуки, типа, ну... Ружья, которые должны были выстрелить, и так далее, не будем... Да, да, там, да, там, понятно, некоторые моменты, но, тем не менее, да, очень, фильм очень хорошо смотрится, поэтому я вот крайне рекомендую всем посмотреть. Да, плюс один. А что, фильмы, где в Израиле талант кому-то нужен? Ну, вот, пойди да сними, Маш. Давай попробуем в следующем фильме найти про талант, который нужен, в каком фильме будет смотреть, Маш? Ну, вы, у вас же там... Ну, выбор, у вас же ты. Ну, было два, один шнурки и один... Я, мы решили... А, Даниэля Сыркина. Да, да, фильм Даниэля Сыркина. Вне поля зрения. Вне поля зрения, да. 2006. 2006 год, вне поля зрения. Да, вот его мы посмотрим, да, последний фильм выбирает Маша, отличный фильм, вот, так что мы доверяем её вкусу, продолжим смотреть. Так, значит, культура, что происходит? А, хотела рассказать, что я нашла одно учебное заведение, где вдруг я поняла, что я бы, наверное, хотела бы там учиться. Круто. Сенсация. Да. Называется это семинар Акебутим, и у них есть факультет искусств, но он как отдельный, то есть это как такой большой факультет искусств, но они учатся там пять лет. Почему пять? Потому что пятый год, они учатся, конечно, получить сертификаты УДАТУРА, то есть чтобы преподавать искусство. Поэтому пять, а не четыре. Да, и вот почему я это говорю, потому что из-за коронавируса, опять же, они сделали онлайн, возможность онлайн посмотреть работы выпускников. И ещё, почему я обратила внимание на это учебное заведение, потому что это единственный такой, это вообще академический колледж, его статус. В котором есть факультет направления сценографии, то есть нигде в Израиле больше нет этого. Это тоже такой интересный момент. Так что, в общем, онлайн можно посмотреть работы выпускников по направлению дизайн, сценография, искусство. И вот кому интересно, то есть ссылку я оставлю. Ещё хотят сказать, что 21 ноября будет интересная такая постановка, тоже онлайн можно посмотреть. Это от Батшевы, хореографа Ахат Нахарин. Постановка называется Яг. Это перед локдауном, который вот был жёсткий второй, я успела сходить куда-то оффлайн. И это была, собственно, эта постановка в Чузан-де-Ляй. А сейчас это первая постановка, которую Ахат адаптировал специально под видеоформат. То есть это как такое, наверное, ну, не знаю, кинематографическое, как такой фотографический экспириенс интересный. Вот, так что за 50 шекелей 21 ноября в 21.00 можно посмотреть будет эту постановку. И в 22-го ещё будет обсуждение на английском языке с хореографом о том, что он вообще туда закладывал. Мне постановка очень понравилась. Я вживую её видела. Так что, если захотите, можете посмотреть. И ещё кое-что. Значит, театр Гешер объявил, что в этом году Jaffa Fest, такой ежегодный театральный фестиваль, он пройдёт онлайн. Обычно они привозят очень крутые всякие театральные постановки, особенно там лауреаты из золотой маски. Да, я помню, ходил последние два года, было очень круто. Вот, и сейчас они делают его онлайн, он будет в декабре. И там из таких хедлайнеров, там постановки Фоменко, например, будут. И ещё... Николай Фоменко, я только одного знаю. Нет. Гонщик, который, актёрный. Нет, я бы забыла, то ли... Беспредальницу, мне кажется, они привозят его. Но вот этот спектакт, мне кажется, должен быть интересным. Но там ещё не всю программу выкатили, поэтому я не могу более подробно рассказать. Но просто имейте в виду, что вот Jaffa Fest он будет, но онлайн. Онлайн. Класс. И ещё вот те, кто помнят про Дока Вив, такой фестиваль, который классный документального кино израильский. Сейчас они сделали такой фестиваль Доку Текст, называется. Он сделан в сотрудничестве с Национальной библиотекой Израиля. И там тоже будет много разных документалок с 15 по 25 ноября. А, Jaffa Fest будет с 3 по 8 декабря, забыла сказать. А он бесплатно будет или платно? Не знаешь? Там много бесплатных, кстати, спектаклей. Прикольно. Там что-то платно, а что-то бесплатно. А или вот этот Доку Текст, ты спрашиваешь? Нет, про Jaffa Fest. Jaffa Fest, но я видел, что некоторые бесплатно будут. Клёво. Потому что они, наверное, у них, я думаю, что у них и так есть эти записи, скорее всего, из-за коронавируса. Ну, из-за российской стороны. Ну да. Не видно, можно их или из-за того, что не сотрудничают, предоставить и не брать за это деньги. Не знаю. Так нет, то есть упражнение, будут записи или будет прямой эфир всё-таки интересно? Мне кажется, будут записи. А, ну, это мне неинтересно, это тоже прикольно, конечно. Ну, типа, чуть меньше чувства театра будет, ну, ещё меньше. Так не так его не будет, если ты сидишь перед монитором дома, но... Да, потому что смысл-то, что Jaffa Fest, они же сюда привозили эти трупы. Да, да. То есть я так думаю, что там уже есть эти записи. Ну, это так, это мои догадки. Там они не пишут. Ок, интересно, много чего. Много такого. Да? Сразу видно, Маша не работает, собирала всё, всю неделю. Да нет, я всегда так выкатываю столько. Маша готовится, Лев. Маша готовится к подкасту. Что за? Ну, нет у меня своей рубрики и нету, ну что? Просто мы немножко булим, Лева. Тебя есть и стебёшь нас, это твоя рубрика. Ну да, теперь мы тоже на ней посягаем. Вот, тянется. Спасибо всем, давайте скажем большое спасибо всем нашим патронам. Их число растёт. Вот, огромное спасибо вам за поддержку. Огромное спасибо. Спасибо патроны и не патроны. Да, вопросов особо не было. Был один комментарий на ютубе, забавный, я его процитирую. Слушала вас в подкасте, потому что дочь собиралась свалить по программе в Израиль. Разные программы, надеюсь, не по судебной. Рассказала ей, она тоже теперь слушает и смотрит. От детей фиг, что узнаешь, одна надежда на вас. Спасибо огромное, что рассказали в дочери. И вообще там были комментарии, типа, самый недооценённый подкаст вообще из подкастов. Спасибо очень. Мы согласны, пожалуйста. Оцените нас на разных платформах, поставьте оценочку, реально помогает продвигаться. И расскажите друзьям, тоже очень помогает, потому что подкасты, ну вот так вот медленно, наверное, мы забираем, зарабатываем себе аудиторию. Да, и в общем... Это премию, лучший подкаст. Лучший недооценённый подкаст. С зрительских симпатий. Подкаст, точно. Это лучшая премия. Где её получить? Ну, можно нравиться людям, Маша. Надо с Байденом поговорить. Отлично. Нам нужно начать с подкастов, я считаю, свою карьеру. Хорошо. Согласен. Так, давайте начать комментарий. Вчера наследница вышла в Тель-Авив с карантина, и я слушаю вас с удвоенным вниманием. Будет возможность, передайте Маше привет, моей Маше и вашей тоже. Маш, привет тебе, и вашей Маше тоже привет. Спасибо, что слушаешь, и это, в общем... Удачи с переездом в новой стране. Спасибо всем большое за поддержку, за приятный комментарий. Просто мёд, мёд... На уши. На уши, но мы же смотрим на глаза, на лицо. На глаза, мёд. Мёд на лицо. Спасибо, очень приятно читать, мотивирует продолжать. Вот, стараться, мы будем делать наш подкаст лучше, будем звать интересных гостей. У нас есть куча планов, вот, не сильно всё хватает времени и, к сожалению, возможностей, особенно с коронавирусом. Да, есть такое. Но мы будем стараться, всё получится. Рано или поздно, или нет. Аминь. Да. Так, давайте расскажу вам про музыку. Я сделал опасный для жизни трюк, который никому не рекомендую. Я зашёл в Spotify в чарты, вот, в чарты Израиля. Обычно это всё заканчивается очень плохо, начинает кровь идти из ушей, вот, потому что Адибити приблизительно с первого до пятидесятого пункта. Вот такие группы, ну, то есть вот такая музыка. Ну, тут я решил ещё раз, то есть посмотреть, вдруг что-то поменялось. И я ткнул на самый первый же трек, и мне понравилось. То есть это было неплохо. Исполнителя зовут Рвив Канер, изначально это вообще барабанщик был, который пошёл в поп-музыкант, и он участвовал в программе, которая называется Ако Хафа Аба Али Евровижен, то есть следующая звезда Евровидения. Я не уверен, если считается это отбором на Евровидение, возможно. То есть он там участвовал в этом конкурсе, он далеко достаточно прошёл. Его особенность в том, что у него очень крутой голос. То есть он поёт невероятно красиво, и при этом у него он всегда поёт песни, он там, когда ты участвует в программе, ты поёшь кавера. Вот, и он брал интересные песни, он пил Queen, он пил Feels Good, то есть он разные брал треки, не какие-то попсовые, а такие, что-то с живой музыкой. То есть у него играли там живые музыканты, вот, и это одно из таких особенностей по музыке, что она у него подживую, всё с живой музыкой, с гитарами, с барабанами. То есть вполне в России бы назвали вот это классический русский рок. Вот, на нашем радио он бы где-то там крутился сто процентов. Вот, и его выпустил свой, он только начал свою сольную карьеру, выпустил первый сингл, который называется Rassissim, это осколки. В России сам Равиф, он служил в армии, участвовал в операции Цуки и Тан, которая была в секторе Газа, вот, и там погибла часть его друзей, вот, и он написал, собственно, по мотивам этой песни, душетрепательную, вот. Вот, и достаточно красивую, неплохая музыка, и, ну, главное достоинство, конечно, его вокал, вот, потому что сам он по большей части, он не столько, в плане он не композитор, он не сочиняет музыку и текст, то есть в основном, и всё это делает там, он работает в компании с другими авторами, вот. Но он невероятно красиво поёт, и это того стоит, то есть я вот рекомендую вам послушать, очень-очень прикольно, вот, я думаю, что в будущем он дальше будет выпускать, выпускать свои, свои песни, будет популярно, потому что сейчас он уже в топе в израильском, в Spotify, вот, я думаю, что у него хорошее будущее, вот, так что так. Короче, Максим перестал быть инди-музыкантом, инди-музык-серчером, стал пасовым музык-серчером, ну, хорошо. Да, потому что инди тоже имеет свой предел какой-то, вот, ты какое-то время, ты утыкаешься в дно, вот, и дальше уже тоже опасно копать. Слишком инди. Да, слишком инди, начинается ещё копара. Мы ждём обзор, обзор участников Евровидения от Макса. Нет, пожалуйста, я надеюсь, до этого мы не дойдём. От всех стран. Это тогда уже будет, мы позовём Адебите выпуск и сбахаем вместе. Что, составил бы свой рейтинг? От шлака к шлаку. Ладно, на самом деле на Евровидении тоже есть один-два человека нормальные. Я иногда просматриваю периодически, вот, ради интереса. Вот, иногда есть, но чаще всего они вылетают в первом раунде где-то. Ну да. Потому что наши вкусы не совпадают. Так по жизни и бывает. Всё так. В общем, спасибо всем большое, кто нас слушает и смотрит. Да, спасибо огромное. Попытаемся в следующий раз, может быть, позвать какого-то интересного гостя, а может быть и нет. Вот, пусть будет интрига. Интрига. Мы каждый раз это говорим. Нет, не каждый, в прошлый раз не говорили. Ладно. Это правда. И не позвали, мы не обманули никого. Вот, действительно, что мы не обманываем вас, что мы выходим, стараемся выходить каждую неделю. Каждую неделю. Вот, так что услышимся через неделю. С вами был Макс, Лев и Маша. Всё, пока-пока. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Макс, Лев и Маша. Макс, Лев и Маша. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok